Всем привет, это канал PlayGame, меня зовут Сергей, и мы продолжаем играть Life is Strange. Вот в прошлой серии, сколько вы помните, мы выбрали один из вариантов разговора с Фрэнком, и всё пошло не так, короче, и его Хлоя пристрелила, и его, и собаку. Что теперь, давайте мы просто перемотаем всё назад, и примем какое-то другое решение. Давай-давай-давай, мотай-мотай, да что ж так долго-то? На самое начало. Вот так, вот мы здесь. Давайте, может, осмотрим сначала стол. Здесь Фрэнк думает о тщетности бытия и напивается. Мусор. Хоть иногда выноси мусор, чувак. Так, что? Стол, стул. Хлоя претелепалась. Так, а это что за знак? Ну, тут-то коп у нас точно не поймают. Так. Что-то там она по окнам заглядывает. Послушай, Хлоя, я могу с уверенностью сказать, что разговор с ним плохо закончится. Макс, я знала, что сжалишься надо мной. Итак, скажи, что мне нужно делать? Че тебе нужно делать-то? Пожалуйста, следи за языком. Дипломат из тебя никудышный. Ты тут же выбесишь Фрэнка. Ты ловишь это толкаешь, верно? Ладно, попробуй побыть тобой ради разнообразия. Или какой-то там был раньше. Пропустить мы не можем. Так, а почему мы не можем? Она моя напарница. Ага, или террор хранительница. Итак, перейдем к делу. Где мои чертовы деньги? О, теперь можно пропустить. Отлично. Так, что в дверь закрыть, чтобы собака не выбежала? Без руга не обойтись. Или без оружия? Но он вроде бы пока что оружием не это самое. Давайте попробуем просто не ругаться. Спасибо, что выслушал наш Фрэнк. Мы просто хотим, причем даже не о тебе. Поговорить, причем даже не о тебе. Мы здесь не для того, чтобы ругаться с тобой. Нет, иначе я быстро бы положил. И вот ему конец. Не вы ебывайтесь, и все будет в порядке. Чего вы хотите? Именно некоторых твоих клиентов. Так, это можно промотать. Ну так, ты не понимаешь, пошло не так. Вообще-то ты уже отдавал, это как бы прикол будет. Я думаю, он тоже нас пристрелит. Помоги нам, иначе нарвешься. Тоже как бы вариант бесить его лишний раз. Давайте просто извинимся. Фрэнк, прости. Что мы доставляем тебе неудобства. Но это важно. Да-да, нынче все важно. Но вам меня не обмануть. Фрэнк, у нас нет на это времени. Нам просто нужно немного информации. Ну да-да, все начинается с малого. Хлоя об этом знает не понаслышке, верно? Фрэнк, где они во мне? Да ладно. У меня от вас голова раскалывается. Сделки не будет. Фрэнк, мы пришли сюда не для того, чтобы ругаться. Все это гораздо важнее нас. Хочешь сказать, что ты пришла с миром? После того, как наставила на меня блядский пистолет и нажала на спуск? Ну, наверное, ты напугал. Если честно, Фрэнк, ты меня напугал. Я не хотела нажимать на спуск, но ты угрожал моей подруге ножом. Да, это было видно. Ты ухватилась за ствол обеими рукавами, а ствол задержала Магнум. Может, мне и правда не следовало приносить нож на перестрелку. Стрелять я хочу только затвором своей камеры. Хлоя подтвердит. Макс, все равно не нужен ствол. Так что между нами все улажено? Пожалуйста. Между нами все улажено, но вот для своего пса не ручаюсь. Если вы что-то вытянете, он вам нахер голову пооткусывает. Он уже делал это раньше. Мы просто хотим поговорить. Я бы не стала трогать твоего пса. Да он бы тебе и не позволил. Любишь собак? Так, ненавижу собак не то. Я давала твоей собаке кость. Это тоже не то. Он сразу... Когда давала кость? Когда мы вскрывали твой вагончик. Помпиду, милый. Откуда ты знаешь его имя, что он Помпиду? Или он где-то говорил, но я не помню. Вообще-то она слышала, что он спас собак. Конечно, люблю. Я слышала, что ты спас пару бойцовских собак. Это удивительно. Нет, просто это было правильно. Я не смог смотреть на то, как этих бедных животных держат в рабстве. Помпиду, кстати говоря, одна из тех собак. Очень круто, Фрэнк. Твоему псу повезло, что у него есть ты. Может, теперь сосредоточимся на спасении Рэйчел? Рэйчел? Так вот зачем вы сюда пришли. Да, мы очень близки к тому, чтобы найти ее, Фрэнк. Нам пригодится любая помощь. Особенно от тебя. Даже я оказался не в силах ей помочь. А ведь я знал ее гораздо лучше, чем вы сходит. Вы слишком уж этим увлеклись. Лучше бы пошли развлекаться в твой этот циклон. Так, ты знал, что ты скрываешь. Бесить, я думаю, тоже не стоит. Как бы его взвинтить. Это письмо Рэйчел. Письмо Рэйчел мы нашли, когда вскрыли вагон. Если я не ошибаюсь, это тоже не тот вариант. Ты знал, Рэйчел. Давайте про браслет. Она тогда увидела на руке этот браслет, когда вот стреляли с пистолетом. У тебя есть браслет, Рэйчел. Очевидно, ты знаешь больше, чем говоришь. Расскажи нам. Не смей указывать меня на пороге моего дома, ясно? Черт, с тобой что-то не так. Я тебе совсем не доверяю. Уйди с глаз моих. У нас мало времени, Фрэнк. Рэйчел в тебе нуждается. Поздно, ее больше нет. Да ты ее даже не знала. Как ты? Да я любила ее, урод. А она меня. Это я знаю. Клоя, ты нихера не знаешь. За тебя у нее были одни проблемы. Ты всегда пыталась забрать ее у меня. Всегда. Успокойся, Фрэнк. Давай просто поговорим. Не смей мне указывать, сука. Уяснила, уяснила. Так. Стоять. Вот это что-то неправильный вариант. Так, 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 так. Это докуда ты мне сейчас докрутишь-то? Мать ваша. Че, на самое начало, что ли? Че, на самое начало крутить? Так, ну я думаю, мы ошиблись где-то в последнем варианте вопроса. Как бы, потому что все шло, в принципе, хорошо. Так, это проматываем, проматываем. Так, за языком следи. Потому что она грубить там начала, я думаю, так. Так, без ругани мы обойдемся. Как бы тут все прошло хорошо. Так, здесь мы извинились. Так, так, так. Так, здесь напугал. Так, он, так, все это понял, типа за ствол там держалась. Так, и так далее. Так, вот это тоже все пролезло. И где-то я в конце. Так. Браслет не прошел. Письмо Рэйчелу, он спросит, откуда? Давайте вот, наверное. Фрэнк, ты знал Рэйчелу, как никто другой. Да, и очевидно, о ее пропаже ты знаешь больше нас. Вместе мы могли бы ее найти. Раз тебе и есть что терять. Когда Рэйчел усердила, я и так все потерял. Меня гнетет то, что я не знаю, где она. Не слышу ее голос, ее смех. Мы изменим это, если ты этого захочешь. Помоги нам найти ее, Фрэнк. Прошу, нам правда нужен твой список клиентов. Если есть хоть мизерная возможность, что вы две дуры найдете Рэйчелу, я ее воспользуюсь. Моя собака не залаяла, учуясь в Ахс. А это уже хороший знак. Спасибо. Да, спасибо, Фрэнк. Серьезно. Трудно воспринимать вас всерьез. Но я попытаюсь. Удачи. Так, то есть список мы... Выпросили. Выпросили. Круто, что Фрэнк выслезла нам помочь. Похоже, Рэйчел видела в нем и добрые качества. Так, а зайти мы не можем, ничего, да? Все. Отлично. Клоэ, ты в порядке? Я рада, что с Фрэнком все прошло гладко. Приятно знать, что у тебя стало на одного врага меньше в Аркадии Бэй. Хорошо сказано. Так. Мне стоит сосредоточиться на зацепках и найти между ними связь. Зацепки. Привет, Макс. Решил вот что пожелать вам с Хлоей удачи в поисках. С той немногой ее частью, что ты у меня еще осталась. А что у меня еще осталось? Спасибо, Фрэнк. Чем больше нас, тем больше у нас удачи. Понятно, почему ты нравишься Хлое. Заглядывайте еще, если хотите, оторваться. И удачи. Угу. То есть, так. Дневнике тут куча всего. Ну, как бы читать, я не знаю. Так, или дневник. СМС. Вот, четверг, наверное. Ну, смысл бы их читать. Как бы мы все это все равно прошли. Так, смотрим. Так. Вот у нас все зацепки, да. Соберите информацию о персонажах, запоставляя зацепки. Для каждого персонажа есть определенное количество зацепок. Так, для Фрэнка, я так понимаю, у нас... Так. Посмотрим, какие сделки провернул Фрэнк. Я так думаю, для Фрэнка вот у нас две зацепки. Так, давайте. А, нет, 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 нет. Так, 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 письмо. Что на фотографии? Как же странно, что они были так близки. Но Фрэнк не сумел держать ее. Или уберечь. Так, Фрэнк и Рэчел. Письмо. Это, несомненно. Так, письмо, письмо. Надеюсь, ты первое, что увидишь этим утром. Прости меня за прошлую ночь. Я вела себя как бессердечная сучка. Ведь... Так, 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 так. Это мы все и читали. Ага. Так, это что у нас? Рот. Это, наверное, сокращение от Ротвеллера. Созвучность урод. Подходит Нейтану. Чихуахуа, Кэт. Боб Тейл. Мисс, модная Ча, тачка. Сиба, Начо. Хаски, Джозеф. Грейхаунд, Миг. Такса, Стелла. Золотистый, Саймон. Лабрадор, Логан. Немецкая овчарка, Стив. Рот, Нейтан. Боксер, Стифлер. Бигль, Джастин. Бульдог, Хлоя. Йоркширский, Брюс. Мопс, Джонни, Чао. Николас, Пудель, Гленн. Волк, Торгнг. Так, письмо. Так, Фрэнк. То, что ты вчера творил, ненормально. И не надо винить в этом наркотике. Ты меня до смерти напугал. Так, вот он ее напугал. Мы читали. Так, это что за листок? Местный наркодилер. Это точно Фрэнк. Но я сомневаюсь, что Рэйчел помогала ему. Так, Дэвид Мейтсон и Нейтан Прескотт пришли ко мне. Кабинеты сообщили, что Рэйчел Эмбер стала наркомулом, как выразился мистер Мэтсон, и работает на местного наркодилера. Учитывая образцовый статус Рэйчел, я сказал Дэвиду, что мне нужны более конкретные доказательства, и он пообещал мне их предоставить. Может, Рэйчел ездила в путешествие с Фрэнком? Но дети не вернулись. Ну, галтершка книжка Фрэнка, но имена клиентов зашифрованы. Так, 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 я думаю, книжка. Список. Да, игра начинается. А теперь поговорим с ним на ними. Книжка, расскажи нам все. Надо бы посмотреть, проворачивал ли Фрэнк сделки с Нейтаном или клубом Циклон. Интересно, какую бы породу собаки мне дал Фрэнк. Так, ну, это тоже род пляж, это, то есть, род это Нейтан, пляж. Место, я так понимаю, 2 грамма молли, плюс 15 грамм травы, и цена. Так, это... Ага. Да, я ловлю кайф, читая об этом. Так, 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 так. Две сделки с Нейтаном в один день. А спавка для речи... Так, значит, выбираем вот это, я думаю, и вот это. Есть. Если Фрэнк этим всем воспользовался, так, 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 таксан. Так, кажется, будто в аркаде, были все под кайфом. Тоже таксан. Так, рот, и вот еще есть рот, и вот это вот выбрать. О, да, тут есть все о том, где и когда Фрэнк и на этом проводились сделки. Так, держать, Макс. Так, это мы разобрали. Так, это что у нас? Благодаря собственному расследованию Дэвида, я могу выяснить, что делал Нейтан в это время, да? Так, это что у нас? Оказывается, Дэвид и правда преследовал Рэйчел. Я был удивлен неожиданному визиту Рэйчел Эмбер. Она была расстроена и утверждала, что Дэвид Мэтсон ходит за ней повсюду и фотографирует. Дэвид отрицал это и продолжал утверждать, что она связывалась с плохой компанией. Не уверен, что могу ей сейчас верить. Разумеется, я тоже под подозрением. Херовый Дэвид таки впрости. Так, три зацепки. Дэвид знает, что с Рэйчел? Или у него всерьез паранойя? Рэйчел не появлялась в классе всю неделю. Фрэнк и Рэйчел снова встретились. Рэйчел не пошла в общежитие, следовал за Рэйчел до маяка. Рэйчел не пошла в общежитие, следовал за Рэйчел до маяка. Полицейский рапорт Аркадия Б. Дело так так. Рэйчел Эмбер была задержана в 14.35 в Аркадемии Блэквилл. Находилась в состоянии наркотического пьянения. Сообщение поступило Дэвида Мэтсона, начальника службы безопасности кампуса. Он рассказал, что видел, как она пыталась спрятать подозрительный пакет, когда офицер попытался задать мисс Эмбер пару вопросов. Она начала угрожать и все отрицать. В пакете был найден ряд незаконных препаратов. Для более подробной информации смотрите так страницу. Кейт всегда ищет на занятиях одни и те же путем. А идет так. Слышал, что Кейт и Дана говорили о припасах на вечеринку для клуба циклом наркотики. Наблюдал за Кейт и ее церковной группой. В Библии она разбирается. Кейт сидит в ванной дольше, чем другие учащиеся наркотики. Видел, как Кейт помогала Джефферсону после занятий, не доверяя взрослым мужчинам с бородками. Так, ну тут как бы ничего такого. Фотка. Лучше бы Дэвид предпринимал больше действий, а не фотографировал Кейт. Парковка Аркадия Бы. Так, это что? В Эртрафе очень надеюсь, что у Дэвида хорошие навыки отслеживания. А, ну тут я вообще ничего не пойму. Сколько тут номерных знаков, пожалуйста. Надеюсь, он следил за Мейтаном. Черт ее знает, за кем он следил. Тебе бы лучше убрать все эти камеры. Расположение камер. Ну хотя бы Дэвид напал на верный след. Так, и что же с этого взять? Допустим, он следил вот это. Вот это. И по камерам, может быть. Не, может мне стоит попробовать найти связь между другими зацепками. Так. Так, Нейтан. Возможно так. Так. Как я поняла, Дэвид слежил какую-то машину. Возможно это Нейтана. Ммм. Ммм. Мне все равно кажется, что вот это. Вот это. Вот это. Это как голубанная математика. Или я вожаю. Так, тихо. Что это? Карта, карта, карта. Так, еще раз. Так, еще раз. Нет, 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 нет. Здесь. Читаем. Рэйчел. Она была расстроена. Это же так, что Дэвид Мэтсон ходит за ней повсюду. Так, Рэйчел. Рэйчел. Тоже Рэйчел. Может быть попробовать вот это? Вот это. Мне нужна эта связь между номерными знаками и координатами, чтобы понять. Спайзер Расс. Так, нет, подожди. А что за номерные координаты-то? Это все, что она написала. Надеюсь, здесь будут хоть какие-то зацепки по Нейтану. Ага. Так, отлично. Как мне найти машину Нейтана по этим координатам? А вот хер ее знает. Ой, нет, 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 подожди. Чья эта машина? Хрен ее знает. Номер. Здесь у нас. Тоже номер. Интересно. Интересно, может, там машина Нейтана? Так, 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 вверху есть. Интересно. Да, еще один автомобиль, который Дэвид был треком. Кто еще Дэвид был треком здесь? Почему ты following these people? И где ты? Конечно же, Нейтан вводит внедорожник. Красиво жить не запретишь. Как обычно. Отлично, значит, вот это, вот это, и вот это. В этом нет смысла. Подожди, как нет смысла? А, все, понял. Нет, не это. Вот это вот. Вот это вот верхнему-то, что вот зачеркнуто, ищем. Берем ее. Вот эта машина Нейтана. Смотрим. Он сидит, и лейкопластырем заклеен задний фонарь. Значит, берем эту фотку, и вот с заклеенным задним фонарем взглядываем, читаем, и вот аббревиатура, написано, которая была на номерах. Значит, вот это. Ну, наконец-то, у нас есть хоть какой-то прогресс. Хлоэ, взбейте координаты, посмотри, приведут ли они нас к какому-нибудь адресу. Будет сделано, капитан. Жди нас, Рэйчел. Так. Макс, я уверена, что нам удастся собрать эти зацепки воедино. Так, давайте посмотрим зацепку Нейтана. Листок. Снятие дисциплинированного взыскания. Уважаемый мистер и миссис Прескотт, мы с сожалением сообщаем вам, что вопреки многократным предупреждениям и нашему снисхождению, Нейтан за прошлый месяц постоянно срывал уроки. Из-за эмоционального срыва на введение в литературу мисс Хойде, он был отправлен в свое общежитие. Однако в дело это не пошло. У Нейтана громадный потенциал, но еще и крайне эксцентричное поведение, которое требует отдельного надзора, что за гранью возможности Блэкфла. Академия может, больше не может терпеть подобного, поэтому мы надеемся, что вы поговорите с Нейтаном и разъясните всю серьезность ситуации. Так, файлы, смотрите. Его телефона должен быть какой-нибудь компромат. Надо разблокировать его. Не мешай попробовать вбить этот пин-код. Пин-код 4 единицы. Сомневаюсь, но давайте попробуем. Так, а как-то не понял, подождите. А как мне смотреть этот... Твою мать, Нейтаны правда ненормальны, но эти числа могут пригодиться. Ой, ничего себе, какие числа. Если проявочная правда существует, нам стоит ее найти. Рыча в проявочной. Это вечеринка клуба Циклон, где Нейтан накачивал Кейт наркотиками. Числа тоже. Так, телефоны, телефоны. На этом происхожден продолжить своего рода. Короче, все ништяк там, да? А, ну и все. Ну, числа у нас были только. Телефон. Вот это. Вот это. И вот это. Ладно, Макс, давай вычислим этот код и пойдем домой. Давайте начнем. Здесь что у нас? Четыре единицы. Упс. Балый код. Неверный. Хорошо. На листке у нас что есть? Так, два ноля пятьдесят восемь, тридцать девять восемьдесят восемь. Два ноля пятьдесят восемь. Так, тридцать девять восемьдесят восемь. Вторая была цифра. Ты закрылся, дамас. Так. Девяносто пять тридцать пять. Давайте попробуем. Ой, покод теперь. Да я мою. Надо, короче, брать бумажку с ручкой. Записывать все это и вводить, чтобы не лазить по десять раз. Так, покод. Сейчас запишем. Доставил я бумажку с ручкой. Переписываем. Восемьдесят восемь, восемьдесят девять, семьдесят восемь, ноль восемь. Переписали. Так, ну и сразу давайте на листке посмотрим, чтобы сразу записывать. Так. Девяносто, так, смотрим. Девяносто пять тридцать пять. Сорок четыре тридцать шесть и пятьдесят четыре тридцать один. Давайте пробовать все эти кода. Коды, не знаю, что подбирать, короче. Пак. Восемьдесят семь. Вводим восемьдесят семь. Восемьдесят девять. Семьдесят восемь. Ноль восемь. Вуаля. Сейчас посмотрим, что тут прячет на этом. Рескотт. А че, че-то по кодам это. Че, три раза можно было не вести не то, левое, а потом по код и все, что ли? Интересная логика. Так, смотрим. Как делишке нужен Джи? Хорошо, ништяк. Сука, ты продал мне воду, уебок. Успокойся, принеси мне ее. Несу. Не приближайся на пляже мусора. Дальше. Да, Нейтан из всех всех старался обеспечить леченку циклона наркотиками. Так, читаем. Ты дома? У нас тут туса. Я дома. Выезжай, готовь наркоту. Нейтан жутко ломала в ночь в очеринке. Не хватало наркотиков? Здоров. Мне нужно пополнить запасы срочно. Я не занимаюсь доставкой на дом. У тебя есть машина. Времени нет. Заплачу в два раза больше. Еще бы. Возьму налом и без выебонов. Скажи мне адрес. Могу дать тебе точные координаты. Выезжай, готовь деньги. Так, спишь, братух? Да, ёпт. Че тебе? Перуанские чешуйки. Снежная кислота. Будешь платить по ночному тарифу. Не заставляй меня ждать. Прости за то, что я такой мудак. Мне нужно еще. Ты дома? Нет. Да, не приходи. Отъебись. Боже, на этом ты ненормальный. Привет. Нужна трава. И все остальное сейчас. Успокойся, ты под кайфом. Скоро буду. Подсоби, братишки, пожалуйста. Встретимся на пляже и не выделывайся. Держи свой рот на замке, иначе тебе не поздоровится. Я знаю, где ты живешь. Нет, Нейтан. Это тебе пора быть осторожным. Теперь у тебя будет сполна времени подумать, какая же ты тупая. Это же от отца? Жестко. Так, убедительно прошу, не звони мне, когда я на работе. Я ведь уже говорил тебе, а то, чтобы ты был под кайфом, больше не оправдание. Это настоящий бизнес, а не какое-то хобби. Хочешь, чтобы я обращался с тобой, как со взрослым, который нам сам может справиться с проблемами? Впечатли меня. Мое единственное желание – гордиться тобой, пока что ты не дал мне повода. Готовься сдохнуть, шлюка. Ты рыскала в моей общаге, не видать тебе стипендии. Да и хер на тебя. Так. Эй, Макс, посмотри, сможешь ли ты собрать воедино эти зацепки Рубика? Крикни, когда понадобится какая-нибудь инфа, а я пока... Так, я ж вроде все. Нет? А, вот еще. Так, а тут мы все изучили. Охереть, сколько их тут. Макс, сделай вдох и разберись в этой куче, чтобы найти, куда Мэйтон появился. Макс, спеть после вечеринки. Офигеть. Йоу. Йи-дри-джи-ты-ши-та самая. Так, еще же так, туса дома. Ночной тариф на ТСМС-ки. Здесь что у нас? Так, девятое, тридцатая. 22.00. Так, здесь что? Без сомнений, Нэйтон живет в своей общаге. Значит, улики он тоже прячет в ней. Время... Так, если попробовать вот это... Вот это и... Нет, 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 нет. И вот это... Ты муришь воду, выдра. Попробуй снова. Должен быть ферма Прескотов. Бедный, богатенький Нэйтан. Так, а может быть ты сюда повез? Стоп, если правда вот так. И вот это. Если не дать сопоставить СМС-ср сделка Фрэнка, то смогу найти нужное место. Так, СМС. Я понимаю. Так, здесь, допустим. Блэквелл. Трущобы какие-то. Трущобы. Смайта нам на свалке. Та хрен на где не встречались. Вот про пляж-то много чего и есть. Так. Десятое, 07-ое. Давайте попробуем. Пляж. Вот это вот тоже пляж. Так, а тут у нас... Так, вечером. Так, 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 22.55. Отлично, да. Берем вот это. Так. Так, 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 так. Вот это вот может быть. Окей, это просто грустно, Макс. Че-то. Берем один взгляд, Макс. Пойте все эти данные, и ты можешь узнать, где Нейтан взял Кейту после партии. Нейтан взял Кейту. Нейтан взял Кейту. Когда он ее взял Кейту? Когда он ее взял Кейту? Если бы Джойс узнал, что на этом сделал с хлориц, то поджарила бы его. Так, 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 так. 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 А он просил, когда туса. Правильно я понимаю. Когда была туса. Ищем, когда была туса. Так. Пляж не то. Так, то есть, туса была 10.04, я так понимаю. 10.04, вот он пишет туса. Была она примерно вечером, да, где-то в 17.20. Так, ищем. Нет, 10.04 мне нужна. Вот. Так, скорее всего, вот это здесь у нас 10.07, так, 10.07, 10.07. Трущобы. Так, вот это было вот, нет, 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 трущобы были вот эти, да. Ага. Ага. Вот это вот, то еще бы вечером. Так, 10.07, 23.00. Ну, это Blackwell. 10.07. 10.10. 10.10. 10.10. Я знаю, Натан не looking for Bigfoot in the forest. Нет, лес, но вряд ли. Так, это тоже. Вот это вот возможно. пляж нет значит я думаю вот это вот это и вот это доедрится колотик не то да что такое ну вот была туса вот 10 07 так стоп а туса то когда была ваша мать 10 0 4 чешли 07 это ищу вот 10 0 4 так 10 0 4 то где-то вот у нас заправки и возможно вот сюда раз кейт на это нам ушла с вечеринки пораньше надо искать смс места и сделки в период вечера когда была вечеринка вообще значит это бесславный ученик было 4 числа 4 10 все правильно 8 0 0 так ищем смс 4 10 нет вот это вот значит он мог дать только координаты вот это какие-то трущобы пах Coco конечно было вместе с кнопкой св ocho и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нет, тут ничего, Макс Ничего там нет, просто какой-то Старый, сраный сарай Не останавливайся на этом Узнаешь, кто владеет этом сараем Пару секунд Некто по имени Гарри Аарон Прескот Вот это поворот Может нам позвонить в полицию? Ну их нахер, ты же знаешь, что полиция у Нейтона как его личная охрана Как же все плохо Как ты могла заметить, весь город в жопе, никому нельзя доверять, только друг другу Так что нам придется сами въехать на эту ферму Я боялась, что это скажешь Мы можем позвонить Уоррену, он ведь здорово навалял Нейтону Это наше дело, и ничего больше Да и чего тут бояться У тебя есть сила Я чувствую, что мы близки к тому, чтобы найти Рэйчел Мы обязаны найти ее, Макс И мы найдем Но помни, моя сила не вечна Мы все равно должны быть осторожными Ты меня слушаешь, Хлоя? Да, сэр Черт, а тут страшно Знаю, но назад дороги нет Давай проберемся внутрь Ого, посмотри сюда Слежие следы Подруга, совсем не надо Тут, недавно тут кто-то был Тогда мы обязаны попасть в этот сарай Да тут дырок столько Ты через ворота лезешь Ядрит ты твою мать, Хлоя Вон дырка Досточку подвинь, залезь Вон дырок, вон дырки, ё-моё Ладно, друзья, а мы давайте на этом закончим нашу серию Всем спасибо за просмотр Комментируйте видео, ставьте лайки И не забывайте подписываться на мой канал Всем пока